Всем привет, дорогие зрители! На дворе дождливое 15 апреля, последний рабочий день, а значит пора смотреть модерн, полный счастья, мемов и слез. ММО при релизе и ММО через дюжину лет и полдюжины дополнений — это две большие разницы. Лучше всех об этом, пожалуй, знают пользователи World of Warcraft. Версия игры до выхода первого аддона The Burning Crusade отличалась многочисленными неудобствами. Рейдами на 40 человек, которые было трудно собрать небольшими гильдиями, отсутствием летающих маунтов, кросс-серверного геймплея и прочими проблемами. Однако почему-то есть такие люди, которых мутит от одного упоминания нынешний World of Warcraft. Но кто с удовольствием подписался бы на классическую версию, когда максимальным уровнем являлся 60-й, а серверы были полны сумасшедших, без сна и отдыха добывавших себе 14-й PvP ранг, чтобы все недобывшие потом крутили пальцами у висков и втайне завидовали. Поскольку Blizzard классическую версию возвращать не торопятся, те, кого ностальгия особенно достает, идут на частные серверы, где отдельные энтузиасты им все обеспечивают. Причем бесплатно. Наверное, крупнейшим таким сервером был... Но стал Риус. Говорят, на нем числилось около 800 тысяч человек, а порядка 150 тысяч регулярно заходили в игру. Такого успеха администрации удалось добиться всего лишь за год, а в планах было дальнейшее развитие проекта и запуск сервера с дополнением The Burning Crusade. Увы, этим планам не суждено сбыться, так как вмешалась Blizzard, распорядившаяся Носталь Риус, закрыть. Администрация и пользователи в великом расстройстве сочинили петицию с просьбой к издательству не лишать их любимого развлечения. Но вряд ли это поможет. Blizzard, если что-то решает, то редко от своего решения отказывается. А общественное мнение ее волнует не больше, чем льва мнения съеденной им антилопы. Правда, кое-кто поговаривает, что компания взяла огонь народного негодования на себя не из-за природной злобности, присущей любой корпорации, а потому что сама наконец-то созрела для открытия классики. Но это все пока на уровне догадок и желания хоть как-то обелить любимых разработчиков. Корейский релиз Black Desert не произвел никаких потрясений. Российский, если и произвел, то совсем не те, какие игрокам хотелось бы видеть, зато английская версия взяла с места в карьер, что для азиатских ММО, выходящих на Западе, большая редкость. Издатель международной версии, компания Down Games, поделился с миром счастливой статистикой по случаю первого месяца жизни европейских и американских серверов. Если коротко, то они не пустуют. Если подробно, то за 31 день западной жизни было продано более 400 тысяч копий Black Desert. Среднее ежедневное количество игроков составило 120 тысяч человек, а единовременный пик активности превысил 100 тысяч пользователей. Доход Down Games перевалил за 12 миллионов долларов. Босс Down Games Europe Ким Мин выразил по этому поводу большую радость и заявил, что если дела продолжат идти в том же духе, то к концу года число проданных копий Black Desert достигнет миллиона. Компания считает, что причиной успеха является избранная для международного релиза модель Buy2Play. То есть вам достаточно один раз заплатить, а далее игра и все обновления прилагаются бесплатно. Также корейцы удивляются большой активности американских и европейских пользователей в игровом магазине. Обычно в платных ММО они гораздо менее популярны, чем в бесплатных, однако в Black Desert дело обстоит с точностью до наоборот. Вернувшаяся к истокам Star Wars The Old Republic продолжает тянуть свою сюжетную линию. По этому случаю напомним, что изначально игра предполагалась как новое слово в массивном онлайне от знаменитой BioWare, которая хотела скрестить ММО и эпический сюжет. Однако пользователи инновацию не осилили, и как только эпический сюжет закончился, они дружно СВТОР покинули, ибо кроме сюжета там ничего другого не было. Данный провал не в последнюю очередь стоил должностей основателям BioWare, Зищуку и Музики, а новые руководители проекта взялись вытягивать его из болота отстоя с помощью проверенной фритуплейной лебедки. В конечном итоге таки вытянули, чтобы опять вернуться к корням. То есть назад, в сюжетное болото. Правда разработчики уверяют, что теперь никакого болота там нет, а есть замечательный хайвей в страну вечного счастья. Хайвей состоит из семи глав эпизодов, не считая самого дополнения. Knights of the Fallen Empire. Как раз 7 апреля вышла третья глава аддона, или двенадцатая, если считать с самого начала. В ней протагонисту во всех его миллионах разновидностей предстоит наконец-то встретиться с бессмертным императором Волкарионом. Встреча вряд ли будет товарищеской, а чтобы узнать, чем она закончится, необходимо приобрести главу или быть подписчиком. Помимо императорской встречи, пользователей ждут миссия по освобождению из заточения великого воина Акгала Усара, чтобы тот в отместку стал их компаньоном, новые PvP-битвы в формате 8х8 и 4х4, уникальный набор косметических шмоток в джедайском стиле, уникальный маунт и иные мелочи. Revelation Online на вид очень похожа на китайскую ММО, наверное, потому что она китайская ММО и есть. Правда, некоторые личности уверяют, что игра выглядит типичной корейской ММО, и мы с ними спорить не будем, так как сами не очень понимаем, в чем там разница. Те, кто с Revelation знаком, особенно отмечают систему создания персонажей, которая очень дотошная и многое позволяет. Еще им нравится мир, большой и открытый, где можно свободно летать из конца в конец, а для тех, кому летать лень, существуют телепорты. Боевая система разная. Во-первых, есть модный нынче нон-таргет. Во-вторых, классический таргет тоже присутствует. Наконец, тем, кому ни то, ни другое не нравится, может прийтись по душе третья система, являющаяся помесью модной и классической. Еще один важный момент. В Revelation Online можно в любой момент и задешево перераспределить очки умений в зависимости от конкретной деятельности. Например, если надо идти в рейд на злого босса или массово убивать других игроков. Пвп, кстати, типичное азиатское, с воинами гильдий и осадами замков. Ну и самое главное. Издатель, компания NetEase, объявил, что Revelation Online рано или поздно выйдет на западе. Причем обеспечит выход некая российская компания. Название компании держится в секрете, но мы думаем, что это Mail.ru, ибо о других российских ММО-издательствах с европейским и американским подразделениями мы не слышали. Также есть предположение, что в России игра выйдет тоже. Наконец, в качестве послесловия. На том же пресс-мероприятии, где было объявлено о международной версии Revelation, разработчики показали рейдовое подземелье Dragon's Abyss, на создание которого у них ушло два года. Осиливать его придется месяца три, и к тому же предусмотрены различные уровни сложностей и прочие современные дизайнерские решения. Blizzard не только закрывает частные серверы с оригинальной World of Warcraft, но и продолжает работать над дополнением Legend, которое вряд ли займет игроков дольше, чем на месяц, зато будет продано в количестве нескольких миллионов штук и отобьет все расходы на создание. Один из дизайнеров дополнения представил на форуме WoW новый режим сложности для подземелий, Mythic и Mythic+. Чтобы запустить данный режим, необходимо поговорить с NPC по имени Nexus Lord Dungeon Raid Старший, который телепортирует игрока в зал доблести. Сложность мифического режима выше, чем у героического, но это только цветочки. Ягодки заключаются в том, что у того же NPC можно вдобавок приобрести ключи, чтобы создавать дополнительные сложности для прохождения уже на мифическом уровне. Например, самая высокая дополнительная сложность предполагает, что атаки монстров будут вешать дебафы, ослабляющие лечение. Также твари смогут поджигать землю под ногами у тех, кто предпочитает убивать их с дистанции, танки будут генерировать гораздо меньше агро, а вся партия будет каждые 2 секунды терять 1% здоровья. Но и награда за этот мазохизм должна быть адекватной. Другой вопрос, какому количеству пользователей World of Warcraft это все будет интересно? На этом я закругляюсь, до встречи ровно через неделю на stopgame.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова